Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана» в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Расходов будет больше, чем доходов. Подробности заседания Народного собрания, на котором приняли бюджет республики, смотрите в начале выпуска. Продукты, медикаменты, теплая одежда и даже генераторы. Новая партия гуманитарной помощи от Каспийчан направлена в зону специальной военной операции. Они не видят глазами, но чувствуют сердцем. Олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев посетил учебный центр Ихсан. Парламент Дагестана принял бюджет на 2023 год. Документ одобрен пока только в первом чтении, но уже понятно, что расходная его часть больше доходной. После окончательного принятия бюджета федерального он еще будет скорректирован. Что послужило причиной сокращения общего объема доходов, расскажет Патимат Ханапова. Доходная часть бюджета утверждена. Ее размер составляет 163 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом это меньше почти на 2 миллиарда. Причина снятия с учета крупного налогоплательщика. Прогноз налоговых и налоговых доходов республиканского бюджета составляет 41,8 миллиарда рублей или со снижением на 1,9 миллиарда против отношения 2022 года. Это обусловлено снятием с учета крупного налогоплательщика налога на доходы физических лиц ООО спецдепозитарий. По всем видам налоговых доходов предусмотрен рост к уровню плановых назначений текущего года. Исключение составляет, я уже сказал, НДФЛ, поступление которого прогнозируется со снижением 6,2 миллиарда рублей. Расходная часть также спрогнозирована. Так, согласно проекту, размер ее составляет 191 миллиард рублей. В итоге парламент Дагестана принял бюджет с дефицитом 28 миллиардов, но это пока только в первом чтении. Первое чтение, это первый бюджет, это его, можно сказать, такой пока, ну, скелет, да, над которым будем работать. И мы, и правительство, и он буквально через неделю, в каждом чтении, он будет в многие формы, его будет в другом виде, в другом содержании. Мы специальным парламентом и Русланом Леевичем присутствовали месяц назад на федеральном собрании на слушание федерального бюджета. Там Силланов сказал, я 12 лет работаю министром финансов, такого сложного и тяжелого бюджета я еще никогда не видел и не сталкивался. Но вместе с тем, все, что субъекты должны получить, они получат. Мы просили бы обратить внимание правительства, это на раздел дефицит бюджета. Я об этом тоже, чем на президенте говорил, дефицит бюджета, ну, наверное, чуть-чуть после того, как будет известна уже окончательная цифра из федерального бюджета, надо будет скорректироваться в сторону решения. Потому что источники погашения дефицита бюджета, я думаю, чуть-чуть некорректные, они будут напряженные. Бюджет республики продолжает оставаться социально направленным. 97% расходов расписаны на эти цели. На сферу образования предусмотрено 68 миллиардов, на здравоохранение – 10 миллиардов. По тематам Ханнабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Махачкала оказалась в числе городов с плохим качеством общественного транспорта. Так, в общероссийском рейтинге столица республики разместилась в последней десятке, заняв при этом 74 место в списке. При этом среди городов СКФО Махачкала по этим показателям занимает лидирующую позицию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центра анализа транспортных потоков. Сергей Меликов поручил правительству Дагестана включить строительство нового здания школы на 800 ученических мест в поселке Шамилькала в республиканскую инвестиционную программу. Глава Дагестана в ходе рабочего визита в Унцукульский район осмотрел учебные классы и побеседовал с учащимися и педагогами данного образовательного учреждения. Здание было построено в 1987 году, но в настоящее время отдельные помещения и классы находятся в аварийном состоянии. По улице Татурбиева в поселке Семендер вовсю идет укладка второго основного слоя асфальтобетонного покрытия. Здесь также проводится капитальный ремонт улицы Пирамидальной, которая прилегает к скверу, построенной мэрией Махачкалы в 2019 году. Очередная гуманитарная помощь направлена в зону специальной военной операции из Каспийска. Организаторы акции – местное отделение партии «Единая Россия». К процессу присоединяются все больше неравнодушных людей. Свой вклад в это дело внес и каспийчанин, герой России Энвер Набиев. Очень отрадно осознавать то, что каждая партия гуманитарной помощи с каждым разом все больше и больше. Это партия больше предыдущей партии, отправленной на фронт. И не мог пройти мимо. Очень приятно было поучаствовать в этом моменте, в этой акции. И я думаю, что в дальнейшем и в будущем помощь фронту будет организовываться и осуществляться на много больших масштабах. Это дело нужное. И люди, которые находятся на фронте, они осознают эту поддержку, теплоту. Потому что о них заботятся земляки в том числе. Основную часть гуманитарной помощи составляют средства первой необходимости. Продукты, медикаменты, теплая одежда и предметы личной гигиены. В этот раз груз дополнили и генераторы, необходимые в зимнее время. Сегодня мы проводим очередную акцию. И отрадно, что к нашей акции сегодня подключился наш герой России. Энвер Набиев. Подключились наши дагестанские районы. Это Ботласский район и город Южно-Сулакумск. Это очень радостное событие сегодня, потому что уже начали районы, города оказывать все, что могут, посильную помощь нашим ребятам, которые находятся на фронте. Они не видят глазами, но чувствуют сердцем. Абдул Рашид Садулаев посетил учебный центр Ихсан. Здесь слепые и слабовидящие ребята живут, получают образование и изучают религиозные науки. Приезд двукратного олимпийского чемпиона и других титулованных спортсменов стал для детишек настоящим праздником. От фонда Садулаева им подарили спортивный инвентарь. Учащиеся показали, как читают Коран методом Брайля и другие свои умения и навыки. Дагестанские грепплеры выиграли домашний чемпионат России. Соревнования впервые в истории республики проходили в Каспийске. На ковер во дворце спорта имени Али Алиева вышли спортсмены из 36 регионов страны. Всего около 350 человек. Это абсолютный рекорд по количеству участников. Мужчины и женщины боролись в двух разделах – в кимоно и без. Хозяева ковра занесли в свой актив 32 медали, из которых 10 – золотые. Еще 4 награды в высшие пробы завоеваны дагестанцами, представляющими другие регионы. Победители чемпионата войдут в состав сборной России. Все знают, что у нас сейчас, мы находимся, нас не допускают на международные соревнования. Первые и вторые места должны поехать на чемпионат Европы. Я надеюсь, что нас допустят на чемпионат Европы, который будет проходить в Румынии. Действительно, вместе со общей мы проделали огромную работу. Но эта работа невозможна без тех людей, которые также мне помогали здесь в Дагестане. Это огромная команда, это вице-президенты, которые здесь также присутствуют. Это те люди, которые тренируют своих детей, популяризируют этот вид спорта у себя в залах. Мы знаем, что Дагестан пока на сегодняшний день лидирует в этой дисциплине по числу наград. Команда ФСБ выиграла футбольный турнир, посвященный участникам специальной военной операции. Игры проходили в Махачкале на базе спортшколы Минобрнауки. На поле вышли 10 команд, представляющие силовые структуры и ведомства. Коллективы разделили на две группы, лучшие сошлись в борьбе за медали. Каждой дружине был важен результат, однако на церемонии открытия участники и организаторы турнира говорили и еще об одной составляющей. Турнир, он особенный сегодняшний, посвящен нашим участникам специальной военной операции и памяти погибших наших ребят. И наши ребята, практически представители всех структур, которые сегодня здесь находятся, участвуют в турнире, также принимают участие и в специальной военной операции. Проявляют при этом мужество и храбрость. Многие из них награждены орденами, медалями. Четверо наших земляков достойно высшего звания Российской Федерации, звания Героев России. Этот турнир носит не только спортивный характер, но он носит больше всего характер патриотический, характер воспитательный для нашей молодежи. Спорт всегда это воспитание характера, воспитание любого к родине. И всегда государство нас держит на высоте. Поэтому занимайтесь спортом, делайте благое дело, любите свою родину. Другой родины у нас нету, какая самая любимая наша родина. Спасибо вам. Победителем турнира стала команда ФСБ. Второе место у судебных приставов. Бронзу поделили МВД и таможенная служба. Медалисты получили кубки и грамоты. Также ведущим игрокам вручили индивидуальные награды. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин